И все, привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по нашему нагибаторскому обзору Охоты за Звездами. Осталось менее двух суток до конца данного ивента, и я вам могу уже с уверенностью сказать, что эти двое суток, ну, уже, конечно, чуть меньше, будут очень напряженными в плане выигрыша. Кто же у нас, в принципе, займет первое место. Сейчас это, я думаю, для многих интрига, для кого-то это просто бред, сивый кайп был, и никто даже, в принципе, не думает, кто там займет первое место, но все же есть игроки, которым интересно. Сможет ли ЖК Микс обогнать адвоката? Для меня это тоже является таким определенным вопросом, и перед, в принципе, данным обзором, уже более глобальным, сразу же, ребят, прожимаем лайкосик данному ролику и пишем в комментарии, сможет ли ЖК Микс забрать себе топ-1. Сегодня вообще быстренько пробежимся по топу, в принципе, особых изменений у нас нету по местам, единственное, это самое жесткое, которое у нас есть изменение. Это Микс выбивает уже двух игроков Team Pointers'ов и уже идет в отрыве в 350 звезд, и, в принципе, это уже хороший отрыв, чтобы спокойно занимать второе место в этом топе. Но я думаю, что второе место его вообще никак не устраивает, и в предыдущем, в предыдущий день, именно вчера, он играл, ну, довольно-таки, очень-таки продолжительное время, и все равно никак не может догнать этого задротского адвоката, который продолжает нигилировать, продолжает занимать первое место в нашем жестком нагибаторском топе. Что касаемо Кинков ТП и Аветис Мергеляна, я думаю, они, в принципе, смирились, но они и не гнались за этим топом, им это не так уж жестко было интересно, не так уж жестко они потели за первое место, им это не надо, им нужна десятка, первое место ничего тебе, в принципе, не дает, но адвоката уже определенные есть принципы, но это, безусловно, задротство очень жесткое, и сегодня я вам покажу именно в чем заключается его задротство. Давайте сразу быстренько посмотрим, что, в принципе, у нас по топ-десяточке, я думаю, что это уже стабильная десятка, которая у нас, в принципе, не поменяется, давайте, кто не посмотрел предыдущий ролик, я, в принципе, пробегусь, скажу ники, кто у нас не видит, первое место у нас Адвокат, второй Миксуля, третье Кинков ТП, Аветис Мергелян четвертое, Анимейшер пятый, промокод, а именно Биг Танкс шестой, СССР девяностых седьмой, Край, он же нагибатор грузинской конфы восьмой, Лост девятый и Миссис Валевская у нас десятая. Поэтому я вам могу сказать, что десятка это уже такая железная, отрыв от одиннадцатого места у нас составляет уже 550 звезд, и, в принципе, я думаю, что этого числа будет вполне достаточно, чтобы сохранить именно Валевской заветную десятку и, в принципе, ниже не упасть. Что бы хотелось еще сказать именно по этому топу? Безусловно, ребята за эту неделю вложили просто максимум своего времени, максимум сил, чтобы занять эту десятку, ну, а, в принципе, борьба за фриз, хт. Это спорный момент, спорный момент, но не будем, в принципе, сегодня об этом. Обзор, глобальный обзор именно топа у нас уже ожидается немножко позже, не в этом ролике, завтра точно его не будет, но, в принципе, в скором времени все это вы узнаете, и более подробнее я это все дело разберу. Ну, а сегодня поговорим чисто о первых двух местах, Адвокат и ЖК Микс, те игроки, которые сейчас, я не знаю, зачем это делают, но делают этот бредятину такую нереальную, что просто жесть. Адвокат принципиальный игрок и, в принципе, понимает то, насколько у ЖК Микса горит, он будет продолжать набивать звезды и делает это уже чисто из-за принципа, ради того, чтобы просто не потерять эту строчку и не отдать ее Миксу. С одной стороны, это, конечно, глупо, но как оно есть, так оно есть. Играть в сутки по, условно, 16-18 часов, это, конечно, дичайшая фигня, но как есть. Что касаемо именно рейтинга, то за миллион по кристаллам заработанным адвокат уже перевалил, миллион сто тысяч почти он уже набил, при этом осталось еще целых два дня, ну, можно так условно говорить, у нас осталось почти, ну, чуть менее двое суток до конца именно-таки этой недели и до конца этого всего ивента, а он уже наколотил миллион сто тысяч кристаллов. За эти два дня можно, в принципе, набить еще по 200 тысяч в день и добраться до заветного полтора миллиона и побить, в принципе, все рекорды, которые были у нас в игре по заработанным кристаллам, по заработанным именно-таки кристаллам за неделю. Это очень большие цифры, при таком соотношении набитого опыта к кристаллам это почти X9, почти X9 или даже, да, почти X9, это очень круто, очень круто. Но это того, не знаю, стоит, не стоит, относительно его прокачки гаража, я думаю, в принципе, ему эти кристаллы особо не нужны. Что касаемо Микса, адвокат, если у нас занимает первое место по кристаллам, то ЖК Микс у нас занимает первое место по опыту, это один из самых, я думаю, быстрых наборов опыта за неделю, 170 тысяч, это поднято более 5-6 званий за эту неделю, в принципе, по сути, почти каждый день это у него была новая званочка, был даже один момент, что он получил 2 звонки за один день, то есть, ну, круто, 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 безусловно, что чем дальше ты играешь, тем сложнее тебе поднять звонку, но такие цифры, конечно, очень внушительные, и, безусловно, это, с одной стороны, круто, но с другой стороны, это, блин, потрачено столько времени, что просто жесть. Также заработано за эту неделю 800 тысяч кристаллов, а, в принципе, всего на аккаунте заработано 1 165 тысяч, и, считай, по сути, за эту неделю заработан весь почти что заработок кристаллов, который, в принципе, он набивал, но, понятное дело, что на аккаунт задоначено уже через другую систему, и, в принципе, эти кристаллы-то особо ему и не нужны были. Что касаемо общего обзора рейтинга, то расклад у нас такой, то, что уже завтра, я уверен, точно, может, даже сегодня, Аветис Мергелян 2 и Кинг оф ТП тоже перейдут к этой заветной цифре в виде 1 миллиона тысячи кристаллов, Ну, а что касаемо именно-таки набора опыта, то тут, я думаю, первое место сохранится за миксом, ну, и, в принципе, понятное дело, что он набирает этого опыта намного больше, чем у нас другие игроки, так как играет с более меньшими званиями, и там набор опыта составляет большую часть, чем именно такие игры на званиях легенды и в этом, в принципе, диапазоне всё. Поэтому, как-то так, в принципе, это всё, что я хотел сказать сегодня. Продолжайте следить за всеми этими событиями, набивайте тоже, ребят, звёзды. У нас осталось менее двух суток, если вы ещё не успели набить одну тысячу звёзд, чтобы получить анимированную краску и, сколько у нас там, 45 контейнеров в сумме, то обязательно, ребят, старайтесь, набивайте. Кто набивает на бустере, то желаю вам удачи, ну, а без бустера, ребята, вам надо постараться намного больше. Я сам это знаю, что это такое, и понимаю, сколько времени на это всё дело надо уделить. Поэтому, как-то так, такой вот у нас обзорчик получился. Ещё, как минимум, два обзора у нас будет. Обзор у нас предпоследнего дня и, конечно, финальный обзор, который покажет, сможет ли, в принципе, ЖК Микс добиться того, к чему он так стремится. Поэтому на этом всё, ребят. Кто ещё не поставил лайкос, обязательно прожимаем. Подписываемся на канал, если вы ещё не подписаны, чтобы не пропустить следующий топчик, который выйдет уже завтра. Ну и, конечно, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить стримы. Стримы у нас проходят, ребят, в 7 часов по московскому времени, так что приходите обязательно. Но у меня на этом всё. Спасибо, ребят, что посмотрели. Всем удачи и всем пока!